Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами на канале очередное интервью и интересный гость, врач Дмитрий Зубов. Я уже однажды приглашала Дмитрия на интервью. В прошлый раз мы говорили о лечении шизофрении, в частности об электроконвульсивной терапии. Сегодня же мы будем говорить о лечении панических атак в методе когнитивно-поведенческой терапии. Несколько слов о нашем госте. Дмитрий Зубов это врач, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук. Дмитрий работает в когнитивно-поведенческом подходе, владеет когнитивно-поведенческой терапией и терапией принятия и ответственности. Кроме того, важно сказать, что Дмитрий также консультирует в моем онлайн-центре. У Дмитрия возможны и первичные консультации по психиатрии, именно для, допустим, постановки диагноза, ревизии схемы лечения. Также Дмитрий берет пациентов и на длительную психотерапию, поэтому, пожалуйста, пишите. Если вам понравится наш сегодняшний гость, обязательно пишите мне на почту. Почта секретаря находится в инфобоксе под видео, если вы хотите попасть именно к Дмитрию. И сегодня, как я уже сказала, наша тема это лечение панических атак с помощью когнитивно-поведенческой терапии. Здравствуйте, Дмитрий. Очень рада приветствовать вас сегодня на своем канале. У нас сегодня с вами интервью о когнитивно-поведенческой терапии при панических атаках. Возможно, поговорим не только о когнитивно-поведенческой терапии. Спасибо большое, что нашли время поучаствовать в этом интервью и добро пожаловать. Здравствуйте, София. Спасибо, что пригласили, дали возможность выступить. Здорово. Ну, давайте тогда сразу перейдем к вопросам. И мой первый вопрос такой. Вообще, какие методы психотерапии используются при панических атаках? Все ли методы равнозначны? Что можно, что нельзя? Потому что это часто очень вопрос наших зрителей. Наши зрители часто спрашивают, а вот можно ли, например, гештальт при панических атаках? А можно ли, например, психоанализ при панических атаках? Вот какова ваша точка зрения и научная доказательная база на сегодняшний день? Да, окей, я понял. Спасибо за вопрос. Ну, на самом деле, это, конечно, довольно такой любопытный вопрос, довольно все-таки сложный. О нем, наверное, можно говорить весьма долго, но я постараюсь так тезисно ответить на основные какие-то части, которые прозвучали от вас и которые, в целом, наверное, для основной части слушателей будут наиболее доступны. Ну, наверное, стоит начать с того, что есть доказательные и недоказательные методы лечения в целом вообще. То есть они касаются не только психотерапии, не только психотерапевтических интервенций, но и всего, что вообще происходит в целом с человеком с позицией медицины, так или иначе, общей медицины, психиатрии, психотерапии и любой другой. Не буду, наверное, заострять внимание очень сильно на том, что такое доказательные подходы, но если говорить очень просто и простыми словами, доказательный подход – это тот подход, который продемонстрировал свою эффективность и безопасность у очень большой выборки людей, скажем так. То есть большая выборка людей, клиентов продемонстрировала, пациентов хороший положительный ответ к срочной перспективе, долгосрочной перспективе или какую-то степень положительного ответа на тот или иной метод терапии, скажем так. То есть это касается лекарства, это касается и психотерапии в целом. Если говорить о сегодняшнем, скажем так, психотерапевтическом подходе, который существует в терапии панических атак, то есть достаточно большое количество доказательных методов психотерапии, но все они практически так или иначе косвенно или напрямую относятся к разнообразным волнам, течениям, видам когнитивно-поведенческой терапии. Потому что этот подход все-таки зарекомендовал себя как один из наиболее, скажем так, проверенных, наиболее актуальных и наиболее доказательных, как раз таки, если можно так выразиться. В данном случае, если говорить о доказательности и недоказательности, то логика этого процесса в случае применения на каждого конкретного человека довольно проста. На усредненного среднестатистического человека шанс того, что доказательный метод психотерапии подействует, конечно же, является гораздо более высоким. Если говорить о недоказательных методах психотерапии, таких как то, что вы озвучили, допустим, то в данном случае определенный шанс того, что эти методы подействуют, он все-таки сохраняется, существует. По некоторым причинам попробую сейчас некоторые из них озвучить, однако он, конечно же, заметно менее постоянен в своем, скажем так, применении, и он, конечно же, все-таки значительно-значительно меньше, чем если говорить непосредственно о методах, которые относятся к доказательным. Кроме того, стоит, наверное, добавить, что понятие доказательности, оно подразумевает под собой довольно серьезный научный подход, то есть методы, которые исповедуют именно рабочий, скажем так, какой-то подход в рамках доказательной базы, они, конечно, исследуются. Это качественные исследования, исследования на огромное количество людей, это исследования, которые проводятся в очень большие временные промежутки, так вот на доказательных методах и на той недоказательность, что их заметно реже исследуют. То есть они когда-то были исследованы, какие-то периодические статьи появляются, но поскольку у них нет, скажем так, какой-то явной базы, то они так относятся к немножко таким другим, скажем так, критериям, и на руках их не рассматривают как нечто какое-то прям сверхсерьезное. Почему же они все-таки могут работать иногда? Условно гештальт, условно психоанализ, да, и всякие разные вытекающие из него, так сказать, методы, некоторые из которых, кстати, вот если говорить все-таки о психоанализе, иногда находят свое применение, некоторые вытекающие. Потому что довольно большое значение для терапии, если не растекаться, а говорить исключительно о панических атаках, имеет значение все-таки в психообразовании, скажем так, и в поддержке в целом пациента от терапевта. Здесь играет значение очень большое количество переменных, таких как опыт терапевта, таких как, вообще-то сказать, ну, общий уровень знаний терапевта, да, который у него существует, о той или иной проблеме, и конкретного, естественно, клиента, который готов индивидуально воспринимать тот или иной метод терапии. Но стоит, наверное, сказать, что психообразование, конечно, это отличная штука, действительно, в каждом методе психотерапии, она всегда должна начинаться именно с психообразования. То есть человеку, клиенту, пациенту объясняется, что это за проблема, с которой он столкнулся. Ну, если мы говорим о клиническом диагнозе, да, то что это за диагноз, какие есть нюансы, какие есть особенности. И как бы ни было, в общем-то, наверное, парадоксально, но большинство терапевтов, которые занимаются недоказательной метод терапии, они вполне себе апеллируют к каким-то доказательным данным в рамках психообразования. То есть они, естественно, апеллируют к классификациям, они, естественно, апеллируют к каким-то общим, скажем так, базовым знаниям, которые существуют, и к тем вещам, которые они могут вполне себя активно применить. Ну, естественно, все это применимо к доказательной методной терапии, то есть доказательная терапия всегда апеллирует в целом к этому. Стоит сказать, что психообразование действительно по научным, скажем так, данным имеет довольно хороший подход. И если недоказательный метод терапии в своем, скажем так, в своей структуре имеет очень большой пласт вот этого самого психообразования и небольшой пласт этой недоказательности, то в целом он может вполне себе быть в каком-то смысле, наверное, эффективным. Но есть определенные нюансы, повторюсь, нюансы, которые заключаются в индивидуальных особенностях пациента, нюансы, которые заключаются и гораздо больше зависят от опыта терапевта, чем от того терапевта, который следует определенным, ну, стандартизированным так или иначе методикам. И, конечно же, наверное, один из основных таких, пожалуй, даже не нюансов, а критериев, которые существуют, это все-таки не столь высокая долгосрочная эффективность у недоказательных методов терапии. То есть даже если она и есть, даже если она подкреплена какими-то определенными аспектами с чем-то доказательным, доказательного, то в долгосрочной перспективе эта эффективность будет, конечно, несравнима с тем, что будет в сравнении с классическими когнитивно-поведенческими методами. Если говорить непосредственно о когнитивно-поведенческих методах в целом, их довольно много. Ну, классическая когнитивно-поведенческая терапия, не будем говорить о первой волне, так называемой, просто поведенческой когнитивной терапии, которые были. Это схема терапии, если говорить о третьей волне, например, когнитивно-поведенческой терапии, которая впитала в себя довольно много из разных методов терапии, но тем не менее все-таки базисом является КПТ. Это терапия принятия ответственности, которой я достаточно много занимаюсь, которая тоже является когнитивно-поведенческим методом терапии третьей волны. Это метакогнитивная терапия, это рациональная-эмоциональная поведенческая терапия и так далее. То есть все эти методы, их довольно много, они в целом имеют под собой, повторюсь, доказательную базу именно когнитивно-поведенческой терапии. Ну, что это такое, может быть, я тоже могу в целом рассказать, почему это работает и почему это нужно. Да, Дмитрий, большое спасибо за такой обзор. Очень интересно, что вы подчеркнули роль психообразования. Я тоже с этим соглашусь. Наверное, во многих заболеваниях это критически важно. И да, мой следующий вопрос тоже был бы уже, вы так немножко предвосхитили. Расскажите, пожалуйста, поподробнее именно о когнитивно-поведенческой терапии. Что ее отличает от других методов? Что это вообще за метод? Может быть, именно о структуре этого метода? Да, хорошо. Спасибо за вопрос. Ну, если говорить, наверное, вкратце, не вдаваться в какие-то, скажем так, терапевтические очень выраженные нюансы, то практически все методы, не говорить только о КПТ, а всех когнитивно-поведенческих методах в целом, есть нюансы. Где-то они более принципиальные, где-то они медленно-принципиальные. Но практически каждый из этих методов, он берет за основу так называемый функциональный анализ поведения человека. В одном методе больше анализируются эмоции, в другом методе больше анализируется поведение, в третьем методе анализируются эмоции и поведение. На самом деле терапевты, которые занимаются тем, и другим, и третьим, нередко комбинируют эти методы уже в современном, скажем так, мире, да, используют какие-то определенные смешанные частные методики, пытаясь как-то совместить свои интервенции. Но если говорить именно о классическом понимании КПТ, то тот самый функциональный анализ поведения подразумевает под собой следующее. Любой человек придает любой мысли, любому предмету, любому явлению, любому, скажем так, событию, с которым он соприкасается, будь то какое-то болезненное событие или вполне себе обычное, обыденное событие. Определенное значение, определенный контекст. Это значение, этот контекст, этот опыт имеет, скажем так, определенные свойства накапливаться, имеет определенные свойства повторяться, когда человек вновь сталкивается с тем или иным опытом, с тем или иным контекстом, с тем или иным событием и так далее. Ну, если говорить о панических атаках, то это, допустим, ситуация, в которой эта самая паническая атака может развиться. Допустим, человек, если говорить о панических атаках с агорофобией, о паническом расстройстве с агорофобией, то человек находится где-то в обществе, где-то в среде, где есть большое количество людей, где есть какие-то, скажем так, окружающие события, явления, и он начинает трактовать какие-то определенные события, явления. Ну, допустим, аэрофобия. Давайте ее пример. Самое такое частое явление. Человек, скажем так, начинает задумываться о том, что ему нужно будет идти, садиться на самолет, лететь куда-то, и он уже начинает, скажем так, бояться. То есть он начинает прокручивать в голове тот самый опыт, те самые разнообразные фильмы, события, новости, которые где-то он читал и слышал, в которых говорится о том, что самолеты разбиваются, а люди погибают, шансов спасти практически. Спастись никаких практически нет. И все это, так сказать, ужасно. Он оказывается в аэропорту, видит, не знаю, человека, который катит тележку на входе куда-то, и он уже начинает себя визуализировать и представляет себе это событие, как эта тележка, извините за прямоту, падает куда-то там с высоты из этого самого разваливающегося багажного отсека этого самолета. Ну, конечно, естественно, я говорю утрированно, то есть уровень страха, уровень, скажем так, выраженности, он бывает достаточно разный. В конечном счете у этого человека происходит паническая атака, страх смерти, тревога. Он испытывает все вегетативные реакции и вызывает скорую помощь. Или сотрудники аэропорта делают это, например. В данном случае речь идет о том, что за вот этим опытом, за анализом этих событий следуют какие-то определенные, скажем так, мысли, эмоции или даже действия этого человека. То есть это один из этапов как раз функционального анализа поведения, который отслеживает терапевт. Куда поехал человек, о чем он подумал, почему это произошло, какие события предвосхитили те эмоции и мысли, которые возникли у данного индивида, и почему у него, скажем так, развилась именно та реакция, а не какая-то другая. Почему он развилась именно в этом месте и так далее. То есть здесь имеет значение, повторюсь, контекст, имеет значение тот опыт, который накопил этот человек, имеет значение те эмоции, те мысли и в конечном счете, естественно, то поведение, которое он, скажем так, осуществляет. И за всем за этим стоит последствия, которые, собственно, получаются, которые испытывает данный человек. Либо он едет в аэропорт, тревожится, боится и условно или думает вообще об этом, и испытывает паническую атаку, либо он не едет в аэропорт, избегает этого вида транспорта, что тоже является последствием, и, в общем-то, говорит о том, что я поеду на поезде. Хотя на поезде ехать, допустим, 48 часов, и на самолете лететь два. И в конечном счете этого не происходит. Так вот, все виды когнитивно-поведенческой терапии, абсолютно вне зависимости от волн, они влияют на каждый, скажем так, из этих процессов, по большому счету, но больше, скажем так, оказывая влияние, преимущественно оказывая влияние на эмоции, на мысли, на поведение человека и на анализ тех последствий, которые у него происходят, чтобы изменить вот этот самый опыт и этот самый контекст, который у него существует. То есть мы не можем послать какой-то сигнал у Вселенной и сказать, прекратите выпускать фильмы «Катастрофа» о самолетах. Мы не можем, условно, сказать этому человеку, езди везде только на поезде, потому что это невозможно физически, и это, в конце концов, будет не психотерапия, потому что данному человеку нужно так или иначе будет перемещаться на самолете, например. Но мы повлияем на какие-то его мысли, на его эмоции, на его действия, на последствия, которые, скажем так, он ощущает, чтобы его опыт, его мысли, которые начинают появляться при анализе той или иной ситуации, начали меняться. И чтобы у него сформировался, ну, так скажем, если говорить более простым языком, некий иной поведенческий паттерн, который не вызывал бы у него или вызывал в заметно-заметно-заметно меньшем объеме те неприятные чувства, которые у него были. Но мы влияем именно на этапы, которые ведут к тому, чтобы изменился вот этот этап номер один, этот самый контекст и этот самый опыт. И, в принципе, из вышеперечисленных методов, ну, я имею в виду доказательных, да, когнитивно-поведенческих, они так или иначе исповедуют этот подход с некоторыми определенными особенностями, скажем так, которые у них существуют. Дмитрий, очень хорошо вы объяснили, я вот даже сама заслушалась, потому что вы очень хорошо сформулировали, вот это прям основной принцип как раз когнитивно-поведенческой терапии. И вопрос такой, тоже очень частый вопрос от зрителей, как долго длится когнитивно-поведенческая терапия. Вот некоторым людям приходит в голову, да, такая идея, что давайте мы вот просто возьмем две недели, сделаем такой брейншторм, пройдем весь материал, да, когнитивно-поведенческой терапии за 10-14 дней, и все, и все вылечится. Вот можно ли так делать, и сколько длится именно такая вот официальная, да, может быть, протоколы какие-то есть, официальная, скажем так, часть психотерапии, при панических атаках, ну, я понимаю, что, опять же, да, я думаю, что наши зрители тоже понимают, что все еще индивидуально, потому что у кого-то больше, у кого-то чуть меньше, да, в зависимости уже от личности человека, от его личных характеристик, но вот что-то усредненное, да, вот о длительности. Да, 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 я понял, спасибо. На самом деле, начну, наверное, сначала, потом перейду уже к, так сказать, официальным, да, каким-то данным, которые существуют, но есть определенные данные, как ни странно, тоже о том, что в целом иногда, так сказать, короткие какие-то курсы КПТ и само даже, так сказать, тренинги КПТ все-таки лучше, чем вообще с инклюктивно-поведенческой терапией. То есть такие данные все-таки действительно существуют, они, так сказать, есть, и они говорят о том, что, да, пожалуй, это действительно дает какой-то все-таки результат в сравнении с тем, что результат отсутствует. Причем данные эти достаточно научные, но все-таки это, конечно, не сравнивается и не может быть никаким образом абсолютно, скажем так, соотнесено с такими традиционными инклюктивно-поведенческой терапии. Вообще формально, как мы понимаем, поскольку все эти методы пришли к нам, ну, формально к нам из Соединенных Штатов Америки зачастую, да, там с некоторыми нюансами определенными, в этой стране, опять-таки, как мы все знаем, в силу, так сказать, капиталистического строя, который там существовал всегда, есть достаточно выраженная трупность людей к экономии денег или к оплате того, насколько это вообще работает. То есть никто, скажем так, не будет платить деньги за то, что неэффективно, ну, старается это делать во всяком случае. И понимать, что метод X должен работать ровно на такое количество, насколько за него должно быть и необходимо быть заплачено. То есть нет смысла, условно, брать 50 сеансов КПТ, если работает там 10, например, и так далее. Из этого были, пожалуй, одним из таких основных, скажем так, критерий, помимо, естественно, эффективности, да, была исключительно экономическая составляющая тоже. То есть и эффективность, и безопасность, и, конечно же, экономическая составляющая, она тоже не должна была быть упущена. Так вот, по всей совокупности, скажем так, этих критериев считается, что эффективным является, ну, в среднем где-то примерно 10, 12, 14 сеансов, как минимум. Которые, ну, в среднем, скажем так, даже скорее не как минимум, а скорее в среднем. Которые являются достаточно демонстративными как для терапевта, так и для самого пациента, которые дают определенный терапевтический клинический ответ. Конечно же, в зависимости, естественно, от степени выраженности, непосредственно уровня выраженности того расстройства, да, или если говорить о паническом расстройстве, о глубине степени, скажем так, выраженности этих симптомов и всех других каких-то переменных, которые существуют. Но средний курс составляет, повторюсь, где-то примерно 10, 12, ну, 14 сеансов, которые должны проводиться один раз в неделю. Почему? Потому что слишком большое, слишком частое количество интервенций не дает, как правило, того... Есть методы, кстати говоря, в частности, некоторые психоаналитические методы, да, которые говорят о том, что нужно часто встречаться с пациентом. Это методы, которые рассчитаны на работу с эмоциями. Повторюсь, некоторые из них действительно иногда дают определенный эффект все-таки, да, на тех или иных людей. Окей. Но в случае КПТ все-таки это встреча, которая проводится за 4 раз в неделю. Почему? Потому что клиент, пациент все-таки должен иметь достаточно такую обширную возможность проработать самостоятельно те задания, те навыки, которые дает ему, который позволяет ему, скажем так, прорабатывать терапевты, с которым, с которым они с терапевтом изучают вместе. Если привести еще интервенную аналогию, это примерно как, наверное, изучение иностранного языка. Ну, речь не только об изучении, да, пожалуй. То есть можно изучать его самостоятельно, можно изучать его с преподавателем, ну и можно, естественно, изучать его с преподавателем и попутно изучать какие-то материалы, которые дают дополнительный эффект. И все мы знаем, что, естественно, вариант изучения с преподавателем и выполнения какой-то домашней работы, если можно такое назвать, они, конечно, гораздо более эффективны. Поэтому, ну, вот средний стандартный курс комитетно-проведенческой терапии длится такое количество сеансов. Опять-таки, это не какие-то, скажем так, наработки частные, это стандарт, который существует в рамках научной литературы, в рамках клинических рекомендаций. Если брать, например, метод терапии принятия ответственности, тот же самый, то там вот в разных пособиях, так сказать, обычное количество сессий прямо-таки расписано иногда, и 10-12 сессий, то есть прямо четко совершенно написано, что делать, если эти сессии идут, ну, по плану. Если они идут как-то не по плану, они расширяются, но общий план не сдвигается. Наверное, стоит сказать еще, не видоизменяется кардинально, стоит сказать еще то, что все-таки гулятивно-плиническая терапия – это стандартизированный метод, который имеет определенный все-таки план. Конечно, это не тот метод, который, ну, вся медицина в целом, она в каком-то смысле стандартизирована, что помогает облегчить, скажем так, терапию пациента. Здесь не идет речь о каком-то просто сухом следовании стандартов, тем более это все-таки психотерапия, да, которая берет, скажем так, за основу некоторые личные индивидуальные особенности. У каждого человека личный индивидуальный опыт, личный индивидуальный контекст и так далее. Но все-таки, так или иначе, конечно, это некий стандарт, который доказал свою эффективность, который доказал свою работоспособность. Он адаптируется под человека, и определенное, скажем так, количество сессий может видоизменяться. Опять-таки, если говорить о долгосрочной перспективе, то это все-таки терапия по требованию часто. То есть, если пациент отмечает динамику, он чувствует, что есть необходимость продолжения сессии, но ни один клинический терапевт никогда не скажет, нет, все, извините, может сказать, что попробуйте, так сказать, функционировать вот так. Всегда в любой момент можете обратиться. Ну, если человек поставит на продолжение, то сессии, конечно, будут продолжены, безусловно. Вот так это выглядит. Так, большое спасибо. И вот такой еще вопрос. Я думаю, Дмитрий, вы тоже в своей практике с этим сталкивались. Я с этим сталкиваюсь, ну, достаточно часто, если можно так сказать. Люди приходят и говорят, что, вы знаете, я вот проходил когнитивно-поведенческую терапию, и часто это люди приходят именно целевые, именно для когнитивно-поведенческой терапии. То есть, это депрессия, это панические атаки, другие тревожные расстройства. И говорят, вы знаете, я вот прошел курс, мне не помогло. Или у меня даже есть люди, которые говорят, я занимался, начинал заниматься КПТ у двух-трех терапевтов. Вот они как-то шли по протоколу, было как-то суховато, в общем, мне не зашло, и вот как бы ничего не помогает. Как вы думаете, с вашей точки зрения, вот есть ли вообще у вас такие клиенты, и в чем может быть как раз причина такой резистентности к когнитивно-поведенческой терапии? Ну, стоит начать с того, что, конечно, во-первых, все-таки выраженности расстройства, это безусловно, да, все-таки, но основная часть людей, которая занимается психотерапией, это либо клинические психологи, либо психотерапевты-врачи, либо просто психологи, которые имеют какую-то информированность о непосредственно нозологии. То есть, грубо говоря, люди, которые, в принципе, занимаются терапией пациентов, в которых верифицирован врачом, естественно, да, в первую очередь, какой-то диагноз, и поэтому они лечат его именно так. Выраженность, естественно, может варьировать, от этого может зависеть и эффективность тех психотерапевтических интервенций, которые существуют. Во-вторых, это могут быть, конечно, естественно, как ни странно и как ни банально одновременно ошибки, которые допущены в том самом функциональном анализе, да, то есть иногда психотерапия бывает очень качественной, очень хорошей, очень комфортной для клиента, и терапевту все нравится. Но, скажем так, мишень, да, которая была взята, она, ну, находилась, знаете, где-то на поверхности, как вот, слюжка айсберга, условно, какого-то. На нем вот такой являлась какая-то ситуация, какая-то проблема, какой-то контекст. А на самом деле у него был контекст, который продолжался гораздо дальше. Такое, конечно, тоже нередко бывает. Поэтому, повторюсь, протоколы, они часто все-таки, ну, имеют некую адаптивность. Все зависит от терапевта, который этим занимается. К тому же есть, пожалуй, повторюсь, достаточно большое количество методов когнитивно-поведенческой терапии, которые, ну, по индивидуальным особенностям, несмотря на их доказательность, несмотря на то, что каждый из них в целом работает, наверное, чуть лучше подходит одному или другому клиенту в зависимости от того, как выстраиваются вообще, скажем так, первичные сессии, да, в зависимости от того, как, поскольку первая сессия всегда психообразовательная, если терапевт, естественно, владеет несколькими видами терапии, то он, естественно, ну, думает и предлагает, естественно, клиенту, озвучивает те методы, которые существуют, озвучивает те проблемы, которые он, как ему кажется, и как кажется клиенту существуют, и они вместе приходят к какому-то заключению, к какому консенсусу, чем, в общем-то, нужно заниматься. Но, конечно, есть некий элемент патронализма. То есть терапевт все-таки предлагает и говорит, что мне кажется, что лучше было бы, наверное, немножко вот это, скажем так, делать, чем вот то. В зависимости от метода меняется несколько все-таки подход, повторюсь. Хотя ядро остается тем же, но, например, вот метод терапии принятия ответственности, которая тоже является КПТ, в большом счету, несмотря на сохранение этого ядра, он работает больше, допустим, с принятием. То есть, например, по некоторым данным считается, что люди, у которых есть более тяжелая, более выраженная симптоматика, у которых есть, скажем так, симптомы, которые, если говорить о классической КПТ, да, невозможно побороть условно, невозможно видоизменить, то есть невозможно изменить какие-то определенные рациональные установки, автоматические мысли и так далее, то, например, терапия принятия ответственности, она предлагает их принять. То есть она предлагает не бороться с ними, но в то же время не терпеть их в классическом понимании, да, что мне плохо, ну и все, я, как говорится, буду страдать. Нет, она предлагает совместить именно, допустим, терапевтические подходы определенные, которые существуют, это разнообразные практики осознанности, mindfulness, которые называются, это разнообразные, их много достаточно, тоже, скажем так, практики, наверное, не буду озвучивать все из них, которые есть, но при этом, скажем так, не разграничивает, наверное, то, что вот те мысли, которые у человека существуют в данный момент времени, они являются для него иррациональными, они являются для него какими-то тяжелыми, скажем так, то есть здесь в данном случае развивается психологическая гибкость, так называемая, то есть человека, ну, неким образом научают принимать часть определенных сложностей, которые у него существуют, вместе с тем, естественно, повышая качество его жизни другими техниками. Поэтому, повторюсь, здесь, ну, можно лавировать, да, и применять разнообразные подходы для каждого клиента, конечно, нужно смотреть, тем более, когда у человека есть, допустим, опыт, ну, скажем, не столь положительный, да, в случае применения классической, например, когнитивно-погнитической терапии. Еще раз повторюсь, что по, скажем так, научной базе, по клинической базе, которая есть, все доказательные методы так или иначе, но в большей части случаев все же, скорее всего, хоть как-то, но улучшат качество жизни человека. Вопрос, естественно, на сколько, то есть вопрос, естественно, на то, какая будет выраженность этого терапевтического ответа, ну, и можно ли ее таковой вообще считать. То есть это 10 процентов, это 60, это 80 или это 0, 5, например. Ну, и, наверное, последний, так сказать, момент, сопутствующая психофармакологическая терапия, то есть лекарства, есть они или нет. Потому что, конечно, все-таки терапия панических атак, терапия первой линии, это все-таки медикаментозная терапия. И, как бы там ни было, можно сказать, что они вместе, конечно, ну, об этом, наверное, еще скажу, гораздо более эффективны. Но все-таки в данное время в современном, скажем так, мире, ну, стараются не лечить, конечно, панические атаки только психотерапии, скажем так. Однако, ну, если человек отказывается, не хочет, например, принимать медикаментозную терапию по тем или иным причинам, ну, это тоже возможно. То есть такие интервенции тоже допустимы, конечно. Дмитрий, большое спасибо. Скажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. Если говорить все-таки, да, о сравнении с фармакотерапией, ведь действительно много людей, которые не хотят, да, принимать препараты, и есть вот надежда все-таки вылечиться только с помощью психотерапии. Вот какой ваш взгляд на это, да, какова эффективность? И вот здесь еще такой вопрос, немножко смежный, по поводу долгосрочной эффективности психотерапии. Потому что, вот как я объясняю часто своим пациентам, что фармакология дает, да, вот такой импульс в моменте, силы, энергию, да, а вот все-таки психотерапия имеет более такой растянутый эффект. Как это по вашему мнению? Да, спасибо за вопрос. Действительно, он очень актуален. Ну, конечно, начну с того, что современная, скажем так, психотерапия, психиатрия, если говорить не о каких-то, скажем так, ургентных, тяжелых случаях, да, все-таки, естественно, рассматривает желание пациента, желание клиента как одно из, скажем так, основополагающих. Мы говорим не о психозах каких-то, в стадии, скажем так, развернутых находящихся, да, когда человек там не отдает отчет своим действиям, он социально опасен, и т.д. А если говорить непосредственно о ситуации, когда человек испытывает дискомфорт, и качество его снижается по тем или иным причинам, ну, конечно, мы спрашиваем его, что он хочет. Мы даем ему, так сказать, всю информацию, опять-таки, его психообразовываем и объясняем. Вот лекарства – это первая линия. Хорошо бы их принимать, они дают довольно хороший эффект, долгосрочный в том числе, кстати говоря. Ну, а психотерапия вместе с лекарствами дает еще лучший эффект. Не хотите ли вы попробовать то и другое? Ну, если человек отказывается или по любым причинам финансовым, например, он может покупать лекарства, не может заниматься психотерапией, мы, конечно, выбираем какой-то один из вариантов. Или он категорически не хочет принимать лекарства. Мы пытаемся ему объяснить, почему все-таки это безопасно и так далее, и почему это более эффективно. Ну, если он отказывается, мы занимаемся, конечно, психотерапией все-таки в данном случае. На самом деле, по современным данным, да и несовременным, кстати говоря, тоже, все-таки считается, что эффект этих двух методов заметно выше, если они совмещаются. То есть и медикаментозный, и все-таки психотерапевтический. Стоит сказать, что при панических атаках исключительно медикаментозный эффект действительно не столь высок, как, например, при депрессивных состояниях. И в данном случае, конечно, рекомендация дополнять его все-таки именно критивно-поведенческой терапии, которая является одним из самых все-таки эффективных методов при панических атаках, она существует. Это сама рекомендация. Почему? Потому что при панических атаках очень силен компонент вторичной тревоги, разнообразных вторичных убеждений и тревоги ожидания как таковой, которая в целом хоть и снижается часто на фоне медикаментозной терапии, нередко довольно сильно, но, ну, естественно, медикаментозная терапия влияет на биологические механизмы возникновения этого состояния. Но все-таки, так или иначе, исключительно психологический механизм, который, конечно, опосредован с биологическим, но все же он может сохраняться довольно активно. Та самая тревога ожидания, то есть некая, скажем так, подготовка пациентам, ну, в кавычках, конечно, подготовка, да, себя к возникновению нового панического приступа. То есть, ну, все пациенты с паническими атаками, наверное, прекрасно знают, к сожалению, моменты, в которые они чувствовали себя плохо, но еще не настолько, как, собственно, в сам момент приступа, но когда они начинали часто дышать, контролировать свое дыхание, наоборот, испытывать какие-то симптомы, которые двигали их к возникновению этого панического приступа, какие-то определенные звуки, какие-то люди, некие ощущения в теле, которые возникали у них в те или иные моменты, или это, естественно, какие-то, повторюсь, страхи, которые касаются исключительно какого-то контекста, да, которые связаны с какими-то определенными ситуациями, которые возникают в определенных событиях. Ну, например, повторюсь, человек случается панические атаки Только в аэропорту, или только в самолете, или только в транспорте, или только в школе, или еще где-то. И так далее, и так далее. Но здесь стоит сказать, что когнитивно-поведенческая терапия довольно хорошо работает с этими методами, с этими событиями, извините. И в данном случае одним из основных методов является экспозиция, так называемая. Такой классический, хороший метод, который раньше даже использовался обособленно. На заре, так сказать, когнитивно-поведенческих методик. Но в настоящее время, естественно, используется в комплексе. Что это такое? Это постепенное соприкосновение. Опять-таки, есть много видов экспозиции. Ну, немного, но они есть. Это постепенное соприкосновение человека с своими страхами, с теми событиями, которые предшествуют возникновению той самой, в данном случае, панической атаки. Естественно, экспозиция и при некоторых других методах применяется, при ОКР, например, в частности. Но в данном случае здесь это имеет довольно высокую эффективность. Потому что человек, который начинает контролировать очень сильно свои, скажем так, ощущения и начинает в большом счете, допустим, в какой-то период времени, ну, просто пытаться, уже пытаясь их контролировать, но не может ничего с этим сделать. Да, находиться в этом состоянии, испытывает довольно выраженную тревогу. Он просто не знает, что с этим делать. Как ему двигаться, куда ему двигаться. И как он мог бы поступить, чтобы снизить вот этот предвестник, во всяком случае, да, именно панической атаки. Его постепенно вместе с терапевтом или непосредственно на сессии, скажем так, или непосредственно даже вне сессии, или непосредственно просто, скажем так, в качестве некого задания самостоятельного человека подводят к минимальным, скажем так, страхам, которые у него были, или к минимальным, скажем так, ощущениям, которые могли инициировать, которые могли возникнуть, как некий предвестник, да, или как уже непосредственно сама, та самая пресловутая паническая атака. Ну, опять-таки, если брать пример с человеком, у которого, допустим, паническая атака возникает где-то в определенном месте, в театре, например, или, например, она возникает у него, когда он заходит в больницу, или когда он заходит куда-то к доктору, то ему, конечно, рекомендуется прикасаться в очень минимальном объеме, изначально, повторюсь, обязательно при участии терапевта, с вот таким самым стимулом. Например, ну, если очень банально что-то придумать, давай-ка мы с тобой посмотрим, не знаю, какое-нибудь видео, допустим, про то место, где у тебя была паническая атака, или про подобное место. Не про то место, а про подобное, например, место. Через несколько там сессий или через некоторое время про это место, где она у тебя была. Может быть, потом как-то мы приблизимся еще к этой ситуации. Может быть, даже сходим там, в конце концов, вместе в это место. То есть есть и такие даже тактики, как говорится, которые, ну, такая экспозиция ин вива, то есть прямо в жизни, когда терапевт принимает непосредственное участие. Вот. И постепенно человек, соприкасаясь с этим событием, повторюсь, конечно, при участии терапевта в том или ином виде, начинает видеть, что степень дезадаптивности, которая у него, скажем так, происходила на фоне этих событий, она снижается. И в конечном счете он начинает быть готовым к тому, чтобы соприкоснуться уже даже со своим основным страхом. Но это очень тонкая, на самом деле, материя, конечно, потому что если стимул будет слишком слабый, ничего не произойдет. То есть экспозиция не случится. Если стимул будет слишком сильный, у человека только закрепится лишь страх, который, собственно, у него был, ну, и опять-таки ничего не случится. Поэтому, конечно, повторюсь, такие вещи, но прорабатываются все-таки с терапевтом. В первую очередь. Да, Дмитрий, я вот тоже в восторге, на самом деле, от метода экспозиции. Я тоже считаю, что на сегодняшний день, наверное, это самый эффективный метод проработки страхов. Но насколько его любят терапевты, настолько же его не любят пациенты. Потому что люди находят всевозможные оправдания, чтобы не идти все-таки в свои страхи. И обычно люди приходят на терапию именно панических атак с тем, что сейчас мы будем заниматься какой-то медитацией, релаксацией, будем находиться в зоне комфорта, вот что угодно, да, со мной делайте, гипноз. Но только вот свой страх, и я не пойду. Да-да-да. Ну, на самом деле, опять-таки, да, если человек категорически отказывается, например, от экспозиции, хотя формально повторюсь, можно потом попробовать к ней подойти через некоторое время. Ну, я могу говорить про метод терапии принятия ответственности, например. Довольно хороший эффект имеют практики осознанности, да. То есть это практики, которые приближены в каком-то смысле к медитативным, но медитация все-таки имеет другой посыл. Медитация – это про расслабление в моменте исключительно, и потом про достижение какого-то просветления, да, и нахождение, скажем так, себя через эти практики. Здесь несколько другой посыл. Здесь посыл заключается в связи с реальностью, а не в расслаблении как и каковом. И таким образом человек, собственно, в каком-то плане тоже, наверное, все-таки осуществляет некоторую экспозицию, потому что в моменте он соприкасается с другими вещами, он соприкасается, может быть, косвенно с этими вещами, которые, скажем так, его как-то беспокоили. Ну, или если состояние совсем, конечно, неудовлетворительное, то он не соприкасается, он просто пытается концентрироваться, скажем так, на окружающей обстановке, на окружающих событиях. То есть эти практики, ну, о них можно почитать в интернете, я думаю, не буду подробно о них рассказывать, это довольно долгий разговор. Практики осознанности – очень эффективная вещь. На самом деле, конечно, их тоже. Все-таки на начальных, скажем так, этапах лучше применять вместе с терапевтом, потому что смысл, который в них вкладывает клиент нередко, и проработка совместная, она несколько отличается. То есть, повторюсь, это не просто медитация. Эти практики имеют довольно серьезное отличие от обычных медитаций, все-таки так или иначе. Есть даже одна из точек зрения, что, например, дыхательные некоторые практики, допустим, которые, опять-таки, тоже нужно проводить с участием терапевта, который тоже, кстати, есть в коммунитивно-поведенческих подходах, в некоторых, ну, во всяком случае, на уровне даже инициации, скажем так, терапии, принятия ответственности, они тоже существуют. Оказывают тоже положительный достаточно эффект нередко, хотя они в комплексе, конечно, существуют, не обособлены, то есть, это не какое-то там холотропное дыхание, еще что-то, конечно, нет, да, то есть, это доказательные вещи. Считается, что они даже чисто биологически иногда могут, скажем так, миновать для человека вот этот этап, который вызывает у него за счет контроля дыхания некую гиперкапнию и сопутствующие возникновения тревоги, которая дальше сопровождается, которая возникает. То есть, тут биологический механизм непосредственно связан с психологическим, короче говоря. То есть, это все вещи, конечно, очень посредованно и напрямую взаимосвязаны. Кстати, может быть, мы сделаем еще для наших зрителей отдельное видео по методам осознанности. Я думаю, что это тоже было бы как раз интересно. Да, и вот такой вот вопрос напоследок, Дмитрий, как вишенка на торте нашей сегодняшней беседы. Может быть, приведете один-два примера техник для людей, которые вот можно применять уже здесь и сейчас непосредственно, потому что, конечно, сейчас много, я думаю, зрителей, которые смотрят именно и страдают, да, паническими атаками, паническим расстройством. Вот, что можно порекомендовать? Вот самое простое, что можно уже применять дома, здесь и сейчас? Ну, конечно, экспозицию я, повторюсь, рекомендовать не могу людям без сопровождения терапевта. Это просто потенциально, может быть, неэффективно, а в конце концов и привести к противоположным результатам. Если говорить о том, что можно было и порекомендовать, это, пожалуй, как раз-таки практики осознанности. Они есть в большом количестве представлены все-таки в интернете. Есть простые вариации, есть сложные достаточно вариации, которые есть. Естественно, говорить о каких-то максимально простых вариациях, которые, собственно, существуют. Ну, я очень коротко расскажу, наверное, на что эта практика направлена. Да, повторюсь, не буду говорить долго, потому что об этом можно говорить придолго. Эта практика направлена на восстановление вашего контакта с моментом и, скажем так, некого отвязывания, некого рассоединения с негативными мыслями, ну, в принципе, с мешающими вам мыслями, не важно, негативные, а не позитивные, какой-нибудь окраски, то есть с мыслями, которые, скажем так, вам мешают. То есть в случае панической атаки это тревога или это какая-то гиберконтролирующая ситуация, которая мешает вам сделать что-то обыденное, скажем так. И вы, тем не менее, начинаете входить в ситуацию уже возникновения панической атаки. Восстанавливает связь с реальностью, обращаете внимание на все, что есть вокруг вас и понимаете, что мир существует, он никуда не растворился, не испарился, и ваша, собственно, внутренняя составляющая имеет ровно такое же значение, как окружающая, но не только лишь единственная, которая может говорить о том, что вам плохо, и все вокруг стало таким же. Базовая банальная практика. Сесть поудобнее, расслабиться, занять удобную позу, можно закрыть глаза на некоторое время, сделать глубокий вдох, сделать глубокий выдох, снова поправиться, расслабить плечи, расслабить руки, положить руки себе на бедра, на колени, занять столь удобную позу, насколько это вообще для вас в данный момент времени является возможным. Почувствовать, как весь груз с вашего тела сходит, как будто бы, в пол, на котором стоят ваши ноги и ваши ступни. И попробовать почувствовать своими руками, кистями, ладонями и своими ступнями все, что вы ощущаете. Попробовать почувствовать тепло своего тела, попробовать почувствовать то, что вы ощущаете на полу, какой он, собственно, какая текстура этого пола, какая текстура вашей, может быть, одежды, которая на вас одета, или какая текстура вашей кожи. Попробовать прислушаться к этим ощущениям. Попробовать поощущать, что вы в данный момент, скажем так, чувствуете в них. А не только лишь внутри себя, не только лишь в виде тех эмоций, которые захватить вас пытаются, которые пытаются что-то сделать. Если это невозможно сделать сидя, вы можете сделать это стоя, просто где-то, например, оперевшись на какую-то поверхность, если вам так удобнее. И таким образом вы вновь делаете в дальнейшем глубокий вдох, глубокий выдох. Пытаетесь вновь обратить внимание на свои физические ощущения. И прислушиваетесь к тому, очень, скажем так, отдаленно, насколько это возможно, изменились ли ваши, скажем так, ощущения именно эмоциональные, которые были у вас здесь сейчас. Как правило, так или иначе, в какой-то момент все-таки изменений происходит, даже от такой более примитивной практики, которая есть. Есть более сложные практики, например, практика бросить якорь, такая довольно интересная. Лучше делать ее, конечно, терапевтом, но, опять-таки, все-таки про нее можно почитать в интернете, да, она довольно эффективная, довольно хорошо работает. Объяснять ее довольно долго, но смысл заключается примерно в том же, в том, что вы смещаете несколько фокусового внимания из внутренних ощущений на ощущения внешние, которые у вас есть. Или, скажем так, на внутренние ощущения, или, скорее, внутренние ощущения, которые не только лишь связаны с вашим дискомфортом, который у вас есть. И таким образом, через все свои анализаторы, через анализ всей этой ситуации, которая происходит вокруг вас, вы понимаете, что вы гораздо более гибкие, чем ваши эмоции и ваши ощущения, которые могут заставить вас действовать как-то, бояться, тревожиться, контролировать ваше дыхание. И вы начинаете, скажем так, актуализировать все, что происходит вокруг вас и часть того, или, опять-таки, все в целом, но уже не акцентируя внимание только на неприятных ощущениях в рамках того, что происходит внутри вас. Это не банальное отвлечение, да, повторюсь, то есть это, скорее, практики, которые рассчитаны именно на управление собой, своими мыслями и своими эмоциями. То есть разница здесь достаточно большая, потому что, ну, отвлечься – это просто отвлечься, взять что-то, как-то подействовать. Но, однако, тем не менее, как сопутствующий эффект, конечно, эти практики в каком-то смысле просто банально отвлекают вас от неприятных ощущений тоже. Их нужно прорабатывать, их нужно делать, и, скажем так, они работают тем лучше, поскольку это навык, чем, пожалуй, чаще они применяются в дискомфортных для вас ситуациях. То есть они начинают уже чисто автоматически возникать как некое такое, пожалуй, вот управление собой в момент, когда вы начинаете его терять. То есть это довольно рабочее. Здорово, Дмитрий, большое спасибо за такое емкое интервью. Я думаю, что все это нашим зрителям будет полезно. И, друзья, я напоминаю, что в гостях сегодня у нас был Дмитрий Зубов, врач, психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук. И консультацию у Дмитрия вы можете получить через наш центр. Также вы можете записаться и на длительную психотерапию Дмитрия. Все это возможно. Поэтому я буду рада, если вы напишете под этим видео свои комментарии, вопросы. Мы, Дмитрием, постараемся на все это ответить. И, друзья, по традиции, я желаю вам психического здоровья. Дмитрий, вас благодарю за интервью. Присоединяюсь. И к вашим пожеланиям, на самом деле, конечно, тоже. Желаю всем психического здоровья и хорошего качества в жизни. Всего доброго. Спасибо за интервью. Продолжение следует...